Радио 54 Представьте себе конвейерную ленту. Вот она перед вами есть, конвейерная лента. На ней разные агрегаты. Они делают каждую свою функцию и поменять местами их нельзя. Они все находятся на одной линии. Вот поехало сырье. И по этой ленте едет, и один агрегат изменяет его и дальше продолжается. Каждый агрегат имеет свою мощность. Один делает 10 деталей, единицу времени, другой 15, третий 20, четвертый 25. Какой из них будет слабее? Который делает меньше? Который делает меньше. Тот, который 10. Соответственно, он и является ограничением всей системы. Эти могут сколько угодно делать, но этот все равно впереди и делает 10. И где бы ни стояла эта точка, мы поставим ее в конце 10, производительность 10, и это будет самая слабая точка. Мы можем на это повлиять. Мы можем взять и улучшить этот агрегат. И он у нас внезапно будет делать не 10, а 20 деталей. Что случилось? Что в этот момент произошло? Система заработала. Да, она заработала более продуктивно. Ну да, да, да. А что произошло с ограничением? Оно перелезло в тот, который 15. Теперь 15 самый слабый, оно никогда не исчезнет из системы. И мы всегда будем работать с ограничением. Но оно как было одно, так осталось. И на нашем проститском конвейере это... Теперь это 15. Мы можем повлиять на 15, а сделать его 30, но тогда у нас будет тот, который 20, все равно слабее. И всегда что-то слабее. И смысл в том, что ты выстраиваешь свою систему так, чтобы все свои ресурсы, все свое время и энергию потратить ровно в это. Ни никакой расфокусировки нет в управлении проектами, в управлении процессами. Все в одну точку направил и сделал. Ограничение переместилось, ты его ищешь, ищешь, нашел и продолжил работу. И вот такая постоянная работа. Ограничение планки некое. Абсолютно точно. Например, смотрите, первый слой называется несогласие с проблемой. Мы очень часто слышим «У меня особая ситуация». «У меня это не сработает». Это происходит в тот момент, когда мы пытаемся человеку объяснить свое решение. Оно такое классное, оно бриллиантовое решение. А он говорит, это вообще мне не надо. Это все происходит от того, что мы начинаем не с того. Но если человек не согласен с проблемой, которую вы решали, бесполезно ему объяснять, какое замечательное ваше решение. И поэтому, когда приходят к нам, допустим, в технопарк, юные стартаперы и пытаются донести своим менторам или будущим инвесторам, какую же идею классную они разработали, придумали, а не получается, потому что ребята объясняют решение проблемы, а саму проблему объяснить не могут. Да, и, соответственно, возникает вопрос, а зачем ты вообще этим занимался? Зачем ты хочешь построить свой бизнес на этом? Какую проблему ты решал? Поэтому начинаются изменения всегда с постановки проблемы. Вот, это первый слой. Второй слой называется несогласие с направлением решения. Это когда мы не можем определиться, в какую сторону мы вообще хотим развиваться. Вот, например, есть у меня интернет-магазин. У меня работают люди. Одни люди продают него, а другие сделали сайт, с которого продают. Я прихожу и говорю, ребята, что-то у нас застопорилось. Почему у нас так мало прибыли? Почему так мало клиентов? Мне говорят, ну, программисты, ну так продажники-то ваши не продают с нашего сайта? Вы научите продавать. Я говорю, продажники, а почему вы не продаете? Как можно с этого сайта что-то продать? Как? И они вот так вот будут друг на друга всегда говорить. Это направление. Мне, как хозяин бизнеса, мне куда? К ним или к ним обрешаться? Это и есть направление решения. Это какая-то глобальная область, куда мы должны свои усилия направить. А дальше сужаем. Третий слой называется несогласие с самим, по сути, решением. То есть люди не верят, что ваше решение может принести... Поможет, в общем. Да, обещанный вот размах, который вы решили. Который хочется. Да. Но что важно? Как их узнать-то? Люди, когда нам сопротивляются, они говорят нет, а дальше что-то. Говорят, нет, это не так. Нет, это не ко мне. Нет, это для нас не подходит. У нас слишком маленькая компания, у нас слишком большая компания, у нас слишком нормальная компания. И любое возражение будет начинаться с слова нет. А вот четвертый слой, он начинается со слова да. И вот вы можете... Да, но. Да, но. Вы можете мне не поверить, но это именно тот слой, на котором теряют все люди, своих сподвижников, которые хотят внедрить изменения. Вот именно здесь. Потому что мы не слышим это да. Потому что первое да, оно такое маленькое, оно такое большое, оно аудиально для нас значимо. И люди не слышат это да. Они не слышат, что человек с ними согласился. И начинают им что объяснять? Свое решение заново. А это большая ошибка. Нужно услышать человека. Он говорит да, но. Это значит, что он видит какие-то риски в вашем решении. Он говорит, что ваше решение недостаточно проработано. Нужно остановиться и послушать. Четвертый слой отличается от пятого. И тоже на слух. Там будет да, такое большое и уверенное. Оно, оно такое маленькое-маленькое. И если вы начнете работать с четвертым слоем так же, как с пятым и наоборот, ничего не получится. Вы человеку говорите, ну, смотри, можно же вот эта штука сделать вот эту, говорит, ну да, но ты знаешь, ну, у меня нет времени, и у меня там такой завал дел, у нас нет свободных рук, или еще хоть что-то. Это похоже на отмазки такие. Вот. И в этот момент нужно дать человеку инициативу. Нужно сделать его с автором своей идеи. А если он не хочет? Он уже знает. И что он не проявляет? А он хочет, но не знает еще самого этого. Надо сказать, да, но если ты примешь участие, то мы все сделаем. О, а вы начали сейчас работать с шестым слоем. Да? Апа. Вы перепрыгнули. С пятым говорят просто, а что бы ты сделал? Вот у тебя есть, что бы ты сделал? Человек на самом деле, когда вы чувствуете этот цикл, он все время говорит, ну да, ну ты знаешь, ну да, ну ты знаешь. А что бы ты сделал на моем месте? Вот с твоим опытом, ты что бы сделал? И вот в этот момент человек уже на самом деле знает правильный ответ. Вы просто угадать его не можете. И поэтому этот цикл бесконечный. И не нужно с ним так работать. Скажите человеку, дайте ему слово. И он начнет вам рассказывать. И вот он уже соавтор. И не сопротивляется вам на самом деле. Он уже сказал да. И вот это да важно услышать. А то, о чем вы говорите, это шестой слой сопротивления. Это когда все сказали да, но ничего не происходит. Посидели на собрании. То есть такие да, да, классно. Супер-супер реальность. А серый за жизнь. Это наше собрание. И ничего там не происходит. И тогда человек, который руководит этими изменениями, который хочет внедрить изменениями, должен сделать очень простую вещь. Он должен понять, кто за что отвечает, когда и как это контролировать, как мы будем достигать цели, какой план. И вот только здесь мы говорим о вопросе, о вопросе как достигать. А решение было где-то там, вот на третьем слое. Вот в этом и штука. Когда мы пользуемся логикой, мы не просто пытаемся людям рассказать, аргументировать как-то что-то. Мы слышим, что они нам говорят, и наши аргументы попадают ровно в цель. Поэтому это ценнейший инструмент теории ограничения, который называется «Шесть слоев сопротивления». «Радио 54» «Твой дом. Твоя область». Новосибирск. 106,2 FM.